Камеры видеонаблюдения, бюллетени, сейф-пакеты и сами избиратели. Все готово, можно начинать. Сегодня выборы 2021 прошли на избирательном участке номер 3945. Но вот только в тестовом формате. Процедура голосования смоделирована с учетом всех деталей. От входа на участок до подсчета голосов. Сегодня мы продемонстрируем процесс хранения избирательной документации, сейф-пакеты, порядок работы с ними и процедуру хранения избирательных бюллетеней. Потому что, как мы с вами знаем, в этом году мы будем голосовать три дня. 17, 18 и 19 сентября. Попадая на избирательный участок, мы получаем два бюллетеня для голосования за депутата Государственной Думы по обоим округам и бюллетень для выбора губернатора. Далее отправляемся в закрытую кабину, где ставим соответствующую галочку. Завершает наш путь КАИБ – комплекс обработки избирательных бюллетеней. Их в этом году предусмотрено 140 штук. В этом году мы впервые КАИБы вынесли за пределы города Ульяновска, оставив Ульяновской половину, а половину на территории области по различным муниципальным образованиям. Я думаю, это честно и справедливо, потому что у нас половина избирателей проживает в городе Ульяновске, другая половина по области, поэтому всем хочется КАИБы. Раскрыли главную интригу – процедуру хранения. Сперва бюллетень попадает в сейф-пакет, вскрыть который без повреждений невозможно. Далее – в металлический ящик. В ночь он будет опечатан контрольной лентой, где расписывается каждый наблюдатель. Когда комиссия работать не будет, все ящики будут под наблюдением, либо камеры видеонаблюдения, которые транслируют изображение в режиме онлайн, либо, если на участке нет камеры такой, то под видеорегистратором. То есть, все это будет под контролем, и в случае, если у кого-то будут какие-то сомнения малейшие или какие-то основания полагать, что там было проникновение, это всегда можно посмотреть. Чтобы отдать свой голос, при себе необходимо иметь только паспорт. Голосование пройдет с 17, 18 и 19 сентября. Триеденный день голосования выбран, чтобы разделить потоки избирателей. Не забыли и про индивидуальную защиту. На каждом пункте предусмотрены маски, перчатки и процедура термометрии.